Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами. После встречи в овальном кабинете с премьер-министром Израиля Бенгемином Нетаньяху, Трамп заявил, что США признают право Израиля на самозащиту и что Америка больше не хочет видеть нападения, подобные тем, что произошли 25 марта. С нами на связи наш политический обозреватель Давид Конн. Здравствуйте, Давид. Здравствуйте, Любовь. Как вы и говорили, две недели назад так и произошло. Приведет ли признание Америка и голландских высот израильской территории к появлению еще одной точки напряженности в регионе и как повлияет это на выборы? Я не думаю, что это станет еще одной точкой напряженности. На выборы, скорее всего, повлияет благотворно для Нетаньяху. Сторонники Нетаньяху говорят, ну вот, видите, он добивается реальных результатов. Что касается точки напряженности, то в принципе Трамп не определил ничего нового. Указ Трампа не определил никакую новую ситуацию. Голланды были под израильской юрисдикцией. В Израиле есть закон, который говорит о том, что Голланды являются суверенной израильской территорией. То есть это единственная территория из всех захваченных Израилем в результате войн и нападений на нашу страну, которая была аннексирована и признана нашей территорией. То есть Израиль находился на голландских высотах, находится на голландских высотах, не собирается и не собирался оттуда уходить. И вот эту ситуацию, собственно говоря, зафиксировал Трамп, поэтому нет здесь ничего нового. Я не думаю, что для сирийцев это было чем-то новым. Более того, я вчера даже видел интервью сирийских оппозиционеров, которые утверждали, какая-то теория заговора, что Башар Асад давным-давно продал эту территорию Израилю. Он от нее негласно и тайно на каких-то тайных переговорах отказался. И вот, дескать, именно этим руководствовался Трамп, этими тайными соглашениями руководствовался Трамп, подписывая свой указ. Я не думаю, что это действительно происходило на самом деле. Я не думаю, что Башар Асад оказался от этой территории. Но он смирился с тем, что эту территорию ему получить будет очень и очень сложно. Ни сейчас, ни в ближайшее время. Ведь на этой территории живут в основном... Ну, сейчас, конечно, уже туда переехали очень много евреев. Но это, в принципе, была друзская территория. Там жили друзы, и друзы долгое время, долгие годы не признавали израильский суверенитет. Они говорили, нет, мы мусульмане, мы не признаем израильский суверенитет. Они не отдавали, не возвращали свои сирийские паспорта. Они не принимали участие в голосованиях, в выборах израильских. Но вот сейчас и эта тенденция тоже изменилась. И в этом году друзы уже приняли участие в голосованиях. Более того, когда их сородичи, живущие по ту сторону границы, подвергались опасности, когда на их деревни и населенные пункты наступали отряды исламского государства, они обратились именно к Израилю за помощью. Израиль оказал им помощь, в том числе и военные, обстреляв со своей территории наступавшие на них отряды исламского государства, отогнав их от друзских городов, от друзских деревень. Таким образом, можно констатировать, что, в общем-то, друзы, которые живут на этой территории, они тоже признали израильский суверенитет даже несколько раньше Трампа. Вот такая ситуация. А что касается напряженности, я не думаю, что это будет еще одним очагом напряженности. У нас достаточно очагов напряженности и на севере, и на юге. На севере это Хизбалла, которая на ливанской границе находится, и которая пытается разместиться на тех самых голландских высотах. И если бы мы их действительно отдали, то это была бы для нас очень опасная точка, на которой, вне всякого сомнения, разместилась бы Хизбалла, а, возможно, и иранские силы. Так что очагов напряженности у нас хватает. Вот сегодня у нас один из очагов напряженности взорвался. Я имею в виду, разумеется, операцию, которую проводит армия обороны Израиля против Хамаса. Надо бы сказать, что операция достаточно вяло проходит. Хамас не очень активно отвечает, мы не очень активно бомбим. То есть впечатление такое, что стороны не хотят эскалации, стороны хотят скорейшего подписания соглашения о прекращении огня. Но оппозиционные политики так не считают. Они критикуют Бенемина Неданьягу именно за то, что он ведет очень пассивную военную операцию. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал лидер партии «Наш Дом Израиль» Авикдор Либерман. Перед уходом в отставку с поста министра обороны я объяснил израильскому кабинету министров, что капитуляция перед террором в секторе Газа приведет к волне террора в Иудее и Самарии и к ракетам по Тель-Авиву и центру нашей страны. К сожалению, именно так и произошло, и происходит сегодня. Я требую от премьер-министра Неданьягу немедленно объявить о полном прекращении каких-либо контактов с террористической организацией «Хамас», не поддаваться шантажу и отказ от выплаты каких-либо денег террористам. Я требую приступить к точечной ликвидации всех главарей банформирований, а также к мощнейшему удару по всем инфраструктурам террора. Сегодняшняя политика является пораженческой и означает полный моральный крах и крах нашей военной доктрины. Пора сделать выводы. Как видите, ситуация понятна. Оппозиционные политики и справа, и слева критикуют Неданьягу. Они хотели бы более активных действий. Они хотели бы разгрома «Хамаса», но Неданьягу не идет у них на поводу. Я не думаю, что тут причина в том, что Неданьягу чего-то боится или боится «Хамаса». Тут причина гораздо более глубокая. Тут причина в том, что, во-первых, грядут выборы, никто не хочет откладывать выборы, это понятно. А вторая причина в том, что сразу после выборов начнется какой-то процесс, какого-то умиротворения Ближнего Востока с помощью американского плана. И Неданьягу не хотел бы быть тем человеком, который помешает этому процессу. Вот такая ситуация с моей точки зрения. Спасибо, Давид. С нами на связи был политолог из Израиля Давид Кон. Мы продолжим следить за ситуацией. До свидания. Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok